здравенькие ребята вы на канале for the mac ну что же ситуация вокруг мистера беста походу вообще решила не успокаиваться мистер бездраве детей массовая отмена мистер без черт подели то вроде только утихло и то забыли ситуация которая происходила летом то из-за этого огромного разоблачения того бывшего работник который любит грибы под кроватью и в отношении того же его бывшего сотрудника и прочее прочее короче и в итоге теперь ситуация с его я так понимаю новыми вот этими закусками я знаю что в америке есть такая вещь как ланч и босс это по сути такой вот а что-то вроде такого детского подников которые идут там сок крекеры сыр и прочее и из-за того что сыр и некоторые продукты которые находятся в этом самом ланч или как он называется от мистера биста портится и там буквально на сыре находили плесень и черт подели вот правда насколько еще все может стать хуже вокруг мистера биста давайте послушаем погнали знаете у меня такое ощущение что мистера биста стабильно раз в несколько месяцев пытаются обменить как было больше года назад когда вдруг крис тайсон осознал что хочет быть крестиной потом когда выяснилось что крис общался с мальчиками помладше потом было разоблачение от бывшего сотрудниками а вот только опять же с младима это с мальчиками уже разобрались что там ничего такого особенно не было струбиста но все это было притянуто за уши люди в попытках похайповать срубить кэша могут и не такое но сейчас ситуация реально ужасно и название ролика не кликбейт джимми то бишь мистер бист действительно травил детей своей продукции на данный момент вот это вот опять же лачли неизвестно сколько людей пострадал но в сети огромное количество роликов шокирующего содержания и но и многие стараются над этим пошутить опять же я понимаю мем пошел про то что типа что я хочу видеть вкуснейшим аппасы вкуснейших закусках мистера биста и там в итоге само собой прайм шоколадка и плесень дец еще больше роликов разоблачающих самого джимми не набирают миллионы просмотров поэтому сегодня предлагаю разобраться и выяснить за что отменяют мистера биста из я честно реально не понимаю насколько там опять же все плохо в отношении упаковки что сыр реально плесневее типа я вот реально по сути я помню покупал себе сыр дома для этого для пиццы моцареллу где по-моему обычно моцарелла идет таких вот как раз таки и упаковках если попал сыр и он пролежал по-моему несколько недель по-моему там две недели у него срок годности по-моему чуть больше месяца он пролежал и с ним все было нормально то есть реально просто опять же я откладывал желание готовить пиццу там искал опять же нужный момент когда захочется знаете просто там не супчик приготовить не салатик а вот реально пиццу сварганить вот найти нам на выходных и сыром все нормально от что происходило на производстве черт подели что сыр натурально плесневеет вот так сильно плесневеет как будто его без упаковки ставляли на несколько месяцев справедливо ли это ладно про месяц я преувеличиваю но просто все равно я такой плесени на сыре никогда не видел этот раз спойлер да эх ребятка мне даже самому как-то странно опять разоблачение на джимми но в этот раз я не буду его защищать при всем желании но объективно не за что он реально накосячил это не история из серии вот там кто-то сказал что когда-то там несколько лет назад джимми сделал то сказал это подтвердить я это никак не могу поверьте на слово источник комментарии тиктока нет том что это по правде может убедиться буквально каждый короче в чем история мистер бист запустил под собственным именем ланчбокс под названием ланч ли это бренд наборов для закусок созданный и продаваемый одноименной компанией ланч ли ллс бренд был представлен 16 сентября 2024 года то есть совсем недавно и это было самое идиотское решение в карьере мистера биста даже случилось эти ланчбоксы включают в себя различные продукты как мини-пиццы прикол то что по сути идея это на самом деле неплохая сама по себе все зависит от реализации потому что идея в том что положить их они там такой вот раскрученный напиток раскрученную шоколадку и вместе со снеком это без шуток то реально неплохая идея просто опять же все зависит от финальной реализации начи соусами разные снеки шоколадки мистер биста и напиток прайм казалось бы причем здесь напиток прайм связь какого хрена пол заны с логаном полом а дело в том что бренд был основан как совместное детище ютуберов ки сай логана пола и мистера биста поэтому в набор входит шоколадка джимми фистаблс напиток логана пола prime и непонятно что ки сай но наверное соус для курочки и буквально с первых дней да в принципе не знаю если смысл как-то подразделять опять же всех этих троих учитывая что какой-то степени вся эта идея знаете слон один большой такой это все общий улей организм единый да ладно все равно не знаю я ни разу не пробовал правильно я видел что он продается просто следом открыли недалеко магазинчик как раз ки с этими импортными штуками и там был вот prime я не знаю дипликова хочу попробовать вот честно кто про вообще расскажите вот что если он представляет люди уже кринжевали с рекламной кампании этого ланчбокс потому что он позиционировался как лучший набор для ланча этот набор создали как прямого конкурента другому набор под названием ланча был опять же с конкурировать само своего на старте будет сложновато хоть это и мистер бист пол аки сайду все-таки ланча бусы знать что у него уже история постигает упомнили 20-30 уж точно то есть это уже такая довольно культовая вещь я просто часто видел комментарии просто когда на теле стал инстаграмом прочие опять же вещи я часто замечал что люди очень часто делились такими ностальгическими воспоминаниями типа ой такая классная шняга я ее в школе там кушал и типа того примерно знаете как у нас люди вспоминают про старый читас например или про батончики шок от хаэнс не находите схожести в названии вот как джимми объясняет почему нужно купить набор именно от него ланч против ланча был в ланч больше жидкости прайме нет сахара больше электролитов и больше витаминов группы да действительно звучит заманчиво тебя будет в два раза больше химозной жижи в наши пиццы настоящий сыр выход на все-таки скажу так я не знаю кому как но если часто пить такой продукт я уж лучше сахарного сачка выпью чем сахзам от которого только больше хочется пить я не знаю кому как но я лишь над когда пью сакзам вы такие напитки бертом колу без сахара если пробую кун там напиток тоже без сахара я наоборот это но больше пить хочу его пробую но я понимаю что потом придется запивать я не знаю писан на упаковке меня так работе приготовлены из моцареллы они даже не могут назвать его настоящим сыром да в пицце джимми используется настоящий сыр только он не учел один момент что сыр может портиться об этом дальше боже мой и он стоит около 4 долларов очень доступно попробуйте боже мой а да и стоит всего 4 доллара целых 400 рублей вот это я понимаю выгода это же да только вопрос а сколько стоит ванча бог не sky shop-bot с помощью которого можно экономить до 50 процентов на своих покупках пример самокаты you rent полна к автор пятна аппетита мы продолжаем у нас также на 30 калорий меньше от игром меньше жира и на 8 граммов меньше сахар стейк из индейки 310 калорий 230 калорий 21 грамм сахар особенно позабавило что тут на 30 калорий меньше там на один грамм меньше жира на два грамма меньше сахара это реально очень тупой таки общение понимаю смысл делать такие сравнения как-то ваши цифры плюс-минус очень сходные то есть я понимаю что правда разница в обувь процентов 30-40 то окей но блин смотри у этого бутера где-то наверное калорий 400 500 а у этого просто 400 вау какая раз блять вот я все понимаю но все таки это очень некорректное сравнение чудес по такой же логике особенно когда у вас продукт по сути говоря по этой степени копикет то есть очень сходный даже во многом ну скопированный продукт я могу начать продавать одноразки назвать их ашку т.д. оригинально же правда и говорить ребят здесь на два процента меньше вредных веществ но понимаете в чем фишка от этого это не перестает быть одноразкой вредны для здоровья уже проводились исследования в ходе которых выяснилось что шоколадки мистера биста напиток прайм логана пола содержат крайне опасные для человеческого а тем более детского организма токсины в смысле подожди ничего не поменяли что ли рецептуру после всех этих просто слышал что с этим были проблемы ничего не поменяли рецептуру и да заявлено что они не такие калорийные но это все еще вредная еда и явно не лучшее решение купить такой ланчбокс своему ребенку в школу я конечно понимаю что в сша культура потребления немножечко другая и что там пьют кока-колу вместо воды но выставлять объективно химозу в красивой упаковке торгуя при этом своим лицом и заявлять что это полезная альтернатива это как будто бы не честно и не бьется с образом мистера биста и ладно так делают многие есть там продукции у того же влада а4 что поделать такой мир малолетки готовы хавать все что им предложит их кумир но на этом то история не заканчивается дальше начинается вообще какая-то жесть место рука есть в рекламной кампании своего ланчбокса ланч ли заявлял что в отличие от ланча был сад хайнс у нас тут настоящий сыр для пиццы если посмотреть поближе то сразу видно у кого лучше ингредиентов ладно начнем с ланча балл чувак извини это отстой ладно теперь пробуем ланч и давай мы совсем не предвзяты но наш намного лучше нет честно очень херован хотя вы просто сказал я уверен что вот эти опять же я уверен что вы полюбасу в детстве вы ели блять читать популярная штука это это очень 5 на игра на выиграть на игре на игра на выглядит пофиг что у нас химозный напиток химозная шоколадка химозная колбаса зато вот сыр настоящий только мистер без также как это было в истории с тик токерши которая продавала свой соус составе которого было молоко он не учел один момент что сыр так как он тоже является молочным продуктом имеет обыкновение портится и именно по этой причине его конкурент ланча баллс не использовали настоящий сыр по той причине что пока продукт будет изготовлен пока он доедет до магазина пока его купят он просто-напросто испортится но для тебя даже упаковку и и форму блять изделия роется плесенью и будет представлять опасность своего покупателя и как можно было блять не додуматься до такой очевидные вещи ибо срок годности у этих наборов указан аж в несколько месяцев и любой молочный продукт за такое время испортится ну как сказать скорее молочный продукт без пастеризации берете жангер мой виды молока ультра пастеризованные а вот тут это пиздец конечно реально стремно выглядит интернете стала появляться куча таких вот роликов о боже мой нет подожди подними ебать да у вас там уже настоящая грибная ферма пошли сыр рогфор конечно ладно это плесень даже приседу все-таки пиздец вот без шуток сколько раз более случаях верна теку маленький кусочек сыра оставался в масленке например или в пакетике ни разу такой плесень не видел пиздец подними это поднимет о боже мой это действительно отвратительно и сам это стрёмное что нет конечно может и есть разграничение в виде клея но каков шанс того что плесень не перебралась на опять же на те же лепешки крекеры на соус и на колбасу самым популярным стал вот этот видос где американская блогерша кукинг направленности решила протестировать новые наборчики от мистера биста его коллег и чтобы вы подумали распаковывая хавку в прямом эфире она обнаружила плесень они в песне ладно эти должны быть годны до декабря и мы только что их купили до декабря мне правда интересно опять же команда бистан само собой уверен что не только он целиком огромная должна быть команда который это все опять же упаковывает одобрять хотя стоп они вообще проходили какое-либо одобрение контроля качества потому что что-то это как-то странновато то что у вас продукт который имеет срок годности до декабря но при всем при этом это просто сыр у которого во многом срок годности ну дай бог может быть и пару недель месяц типа вот тут вот моцареллу надо я покупаю там надо родить и 1 месяц чтобы там какую-нибудь пицку спечи или сэндвичи сделать и у него срок годности где-то ну сколько ну дай бог месяц максимум это край а тут по факту до декабря и ролик недавно сделанный то есть это еще плюс два месяца какого хрена срок мне реально кажется что все эти сроки опять же от балды как вот случай с розовым соусом вот реально неужели не было контроля качества годности до 8 декабря 2024 года а сегодня 16 октября так что и сос не должны быть годны еще примерно два месяца они в плесени это плесень это небезопасно особенно для маленьких детей которые могут не знать на ходе безопасности это вообще нельзя употреблять потому что переберется на остальные продукты поэтому я скажу так если я вижу дать осталось пару ломтиков хлеба и на них уже появилась плесень просто многие думают что типа ой все сейчас это съем рядом кусочек ничего не будет ребят реально лучше так не делайте правда я понимаю что разные ситуации вот но реально лучше так не делайте не ешьте если у вас был продукт рядом с плесенью причем очень тесном контакте лучше блять не делайте так реально лучше поберегите здоровье как выглядит плесень и могут ее съесть я видела фотографию с песеню но не знала настоящая она или нет просто слышала реально ребята затем я наткнулся на такой вот видос где помимо сыра в плесени я крайне смущает вид колбасы и представьте себе я покупал колбасу я ее кушал я представляю как она должна выглядеть эта колбаса не выглядит свежей она выглядит так как будто бы то ли упаковка не герметично то ли прежде чем запаковать ее она пролежала в квартире у денчика пару лет или вовсе была им переварена а потом повторно использована не знаю но это я бы есть не нравится совершенно какая-то не ты знаешь что есть такие жирненькие сорта колбасы на такое ощущение как будто она сморщилась или что с ней точно не стал но несмотря на это куча заказных обзоров на свою еду и фейковые реакции от самого джимми и его друзей где они буквально наслаждаются каждым кусочком пересохший колбасы и заплесли ну конечно будешь наслаждаться что самое свежее милого сыра по лицу мистер биста его коллег прям видно как он наслаждается едой если серьезно мне кажется там примерно такой вот да нет тут принципе ничего удивительного большинстве случаев у джимми кстати время заметил может я просто не знаю какой у него эмоциональный спектр но аруяль у него лицо такое как будто знаете он постоянно съел говно и опознал депрессию вот не знаю ух опять впарил малолеткам какую-то ну ничего купят купят главное мы сейчас на улыбаемся на камеру сделаем вид что вкусно скажем что это на пол процента безопасней на один доллар дешевле кайф сколько денег то будет на самом деле проблем куда серьезнее потому что ну любой взрослый человек очевидно распознает что это плесень и то есть не будет выкинет все нахер а в идеале подаст в суд ну а страшнее вот ситуация если это просто сам ребенок купит и съезд если ребенок особо не шарит за то что такое плесень за испорченность продуктов хотя я считаю скажу скажу так то нужно реально детям с малых лет объяснять что есть продукты у которых опять же срок годности что они могут портиться потому что реально стремно сколько детей это съела если бы я будучи малолетним фанатом без то купил такой набор открыл бы его и обнаружил плесень я бы даже не понял что это такое огромное количество детей могут просто я не знаю я даже будучи мелким если видео опять же вот подобные признаки на продуктов я сразу же опять же и сразу максимально дистанцироваться от такого не распознать что с едой что-то не так это может привести к ужасающим последствиям вызвать пищевое отравление аллергию грибковые заболевания так называемые микозы а зачастую даже привести к летальному исходу тем более когда это ребенок у которого иммунная система как и все остальное гораздо слабее чем у взрослого человека мы будем справедливо судить об этом продукте на суде криншкорд я никогда ее не пробовал а это можно есть на обед нет чувак я буду серьезно что разве это похоже на прямо здесь боже мой нет можем ли мы закрыть глаза чтобы увеличить изображение это так и есть вот так болеть и тут есть еще сука уже какой раз открыли там что вся партия что ли заплесневела один момент что мистер бист не может адекватно воспринимать критику вот ролик где один из популярных западных блогеров дал рецензию на бургер от мистера биста то не знает он пару лет назад запустил свои бургеры и в качестве так сказать рекламного продвижения обратился к этому пацану и вот что произошло время сделать небольшой обзор бургеров для его канала спасибо мы готовим бургер а знакомьтесь просмотрите мы увидим что то мне нравится бургер но я так и сделал но что же я все еще остаюсь с preserving собой так что я не собираюсь этого делать я не собираюсь меняться все что угодно вы когда-нибудь пробовали это 6 5 десятых баллов из 10 детка вы были парочку что вам не нравится это так это самый вкусный бургер который вы когда-либо пробовали я сказал что тебе в этом не нравится мне нравится, что это бесплатно. Нет, ты должен объяснить, почему из десяти только шесть. Ну, я веган. Как? Как? Стоп. Я бы купил одного из этих парней. Какого ху... Ты можешь увидеть, когда я понял, что мои шутки не заходят. Вот здесь. Спасибо, Джимми. Большое спасибо. А потом он меня выгнал. То есть, Джимми не спрашивает. Ну, скажи, тебе понравилось или дай честную оценку? Он как бы сразу намекает. Скажи, это ведь лучший бургер, что ты ел, правда? Когда чел говорит честную оценку в 6,5 баллов, он такой, в смысле? Но ведь это же лучший бургер, что ты ел. Разве ты этого не понимаешь? Честно говоря, да... Жутковатенькая немножко, знаете, неприятненькая атмосфера. Никакого давления, никакого давления. Это ведь, правда, самые лучшие булочки и котлетки, которые ты кушал, да? Никакого давления. Пиздец. Даже мне через экран стало немного стрёмно. Так же было, например, и в ролике, где другой блогер тестировал его шоколадку Fistables. И всё происходило по тому же сценарию. Тебе не нравятся хрустящие батончики? Мне нравятся, но опять же, они слишком сладкие. Давай попробуем. Может, они бракованные? Боже мой, мне нравится вкус. Я ставлю 10 баллов из 10. Я ставлю 7,2 из 10. Это потрясающе. А к чему я это? Казалось бы, такой жёсткий косяк. У вас плесневеет сыр. Продукцию отозвали из магазинов. Мистер Бист публично извинился. Нет, он дал лишь такой комментарий. Fistables продаёт миллионы наборов. Огромное количество людей их едят. Наша цель в том, чтобы дать лучшую альтернативу. В наборе с индейкой, например, калорий меньше на 80. Блядь, да похуй уже, какие калории. У вас продукт, который опасен. Это плесень. Это, чёрт подери. Буквально, ебучая бомба замедленного действия. В коробке. Всем, поймите, всем срать, что там, опять же, у вас там на несколько калорий меньше, когда по факту вам дают, по сути, испорченный сыр. И, мало того, колбасушку кожаную. 50% меньше сахара. Больше электролитов. У нас настоящий сыр. Да, про настоящий сыр мы уже поняли. Это была не лучшая идея. Конечно, есть свежую курицу и брокколи лучше. Но если убирать готовый обед, вроде этого, да, я думаю, дать более качественную версию за примерно ту же цену. Это хорошо. А ещё, как только мы настроим производство, мы сможем продавать наборы ещё дешевле и будем продолжать их улучшать. И многим такие оправдания, мягко говоря, не будут. Стоп, а где оправдания? Ну, по факту, просто зачитал почти то же, что было в рекламе вместе с блоганом Полом и KSI. Это даже не правда. Это он просто перечитал то же самое, знаете, просто по бумажке. Типа, так, что вы скажете в оправдании? Надо извиниться. Просто как бот, блядь. В общем, у нас свежая курица, у нас меньше калорий, у нас меньше сахара и максимальный натуральный состав. Нахуя, блядь, это вот реально самый тупо. Вот без шуток, это очень тупо, блин. Если бы... Я не знаю. Банально, просто банально объяснить это объяснение ситуации. Типа, ну, блин, ребят, у нас с производством там опять же ситуация такая, что по герметизации у нас косяк. У нас там опять же не было каких-то нормальных проверок, поэтому мы постараемся исправить хоть что-то. Понравилось. Вот что пишут другие авторы. Бро ничего не говорил по поводу того скандала, но когда пришло время защищать свои доходы, он тут как тут. Больше электролитов? Чел, ты говоришь про Prime. Вам надо еще подумать над рецептом, потому что есть несколько видео, в которых объясняют, что в нем нет необходимых электролитов. Детям нужно больше 230 калорий на обед. Твой продукт это мусорный полуфабрикат без пищевой ценности. А теперь ответ на обвинение в запуске нелегальных лотерей, продаже поддельных автографов, фейковых видео и так далее. Да, и, кстати, обвинение, что еда в его наборах гнилая, он также проигнорировал. Но ответ дал сам бренд ланчбоксов. Вот что они написали. Все продукты ланчли проходят строгую проверку, чтобы обеспечить их качество и безопасность. Блять. Блять, вот, сука, опять вот, вы буквально в говне, черт подери. И люди буквально открывают обед, а он тухлый. Он тухлый, как носки, блять, которые, я не знаю, вы там оставили с первого января прошлого года. И, я не знаю, достали там в феврале следующего года. Он тухлый. Или что-нибудь специально так шприцом, блять, поддевают, я не знаю, там подсаживают культуру, что ли, этих самых плесневых грибов. Вы буквально могли измениться, могли потушить этот костер. Вот, мне правда всегда смущают такие ситуации, когда видно, что, очевидно, насрали. Но вместо того, чтобы потушить костер, вы берете и ссыте на него бензином. Вы просто можете извиниться, сказать, слушайте, все, можем там, не знаю, какие-то возвраты сделать. Можем, опять же, отозвать это все и изменить рецептуру, подумать над этим и вернуть уже в новой версии. Нет, блять. Господи. На поверхности самый простой ответ, а это буквально, блять, это реально просто ссать. Понимаете, вы стоите в костре, и вместо того, чтобы попросить огнетушителей, поле еще бензином. Ну да, мы во всех этих роликах видели вашу строгую проверку. Прям вот безопасно пипец. Я вот, например, когда учился, носил с собой в школу супчики, мяско с гарнирами, салатики. Вот это действительно безопасно, вкусно и полезно. Обычная, домашняя, приготовленная человеческими руками еда. И еще раз повторюсь, вот эти все заявления, что я хочу, чтобы американские дети были более здоровыми. Да-да, поэтому я им втюхиваю наборы с химозным напитком, шоколадкой и пиццей с плесенью. И лично в моих глазах авторитет мистера Биста нормально так пошатнулся. Я сам в шоке с того, что я весь ролик его засираю. До этого я максимально пытался его защищать. Потому что у него было чему поучиться. Он вдохновлял многих людей. Но в этой ситуации я считаю, что он неправ однозначно. И почему-то ранее, когда случались какие-то конфликты, он всегда комментировал это в соцсетях. Он отвечал недоброжелательно. Но в последнее время он это делать перестал. И меня это напрягает. Я надеюсь, что это не начало конца для мистера Биста. Переходи по ссылочке в описании в скидочного бота. Подписывайся на канал, если ролик понравился. Ставь лайк и пиши в комментариях свое мнение. Посмотрим, что будет в следующее время. Ну и реально, такие уже мувы выглядят довольно-таки странно со стороны Биста. Учитывая, что и так происходило в последнее время, ему стоит правда как-то, не знаю, поконкретнее давать заявление о том, где опять же кто-то насрал. Или где он реально проштрафился. Потому что сейчас вот ситуация с тем, что он продает вот этим ланчели своим, это катастрофа ебаная. Вот реально это ебаная катастрофа. И так недавно прогремел скандал с розовым соусом, блядь. А теперь еще по сути вот такое. Просто мне правда интересно, у них был хотя бы хоть какой-то контроль качества? Вот мне вот это главное. Они получали какую-то, опять же, регистрацию. Они получали, опять же, какую-то, я не знаю, там, проверку на сами продукты. Просто реально, вот та же, опять же, вот, панально смущает, что у вас есть сыр натуральный, но срок годности у него больше, чем, в принципе, у усиления статического такого же сыра для пиццы или для таких закусок. Как будто это, правда, от балды поставлено. Короче, какой-то полный пиздец. Здесь реально не получится никак выгородить Биста. Но только в этом случае, конечно, если мне кажется, что он просто, опять же, говорящая голова, которая, не знаю, там, одобрила всю, опять же, всю эту идею, там, от кого-то. Сверху ли, типа того, я не знаю, и то все равно в этой ситуации все очень-очень-очень ублюдочно. Короче, правда, надеюсь, что все-таки они отзовут этот продукт, потому что не хочется, чтобы, не знаю, еще об этом дети траванулись, хотя реально стоит как-то об этом поговорить. Реально, уж лучше объяснять детям по поводу порчи продуктов, о том, что лучше не стоит, есть продукты с плесенью. Хотя, ладно, некоторые об этом не знают, а почему-то думаешь, что, типа, ну, немножко испортился, нормально. Короче, ситуация реально пиздец. Респект и лайк, спасибо за данное объяснение. Поддерживайте авторогенала и спокойной ночи, дружки-пирожки. Пиздец.